Здравствуйте. Ого, вы ютубер. Настя. А я вижу, что вы какой-то имперец, который не погладил флажок. Да, к сожалению, не успел. Только сегодня забрал. Понимаю. Знаете, что обозначает цвета вообще? Ну да. И что же? Черный и желтый – это вообще изначально цвета династии Романовых. Белый – это чистота и свобода. Династия Романовых – черный и желтый? Да. А когда этот флаг появился? Давно. Ну, приблизительно век какой. Не знаю. Может быть. Ну, точно до моего рождения, точно. До твоего. Вот это – молодец. Это я понимаю. Я уже подумал, что будет позже наше рождение. Слушайте, это самое. Вы в курсе, что в 19 веке его придумали два немца. Которые взяли просто с Австрийской империи. Австрогорской потом. Там точно такой же флаг. Красный, ой, извиняюсь. Черно-желтый. Или желто-черный. Ну, эти два цвета. А белый потом добавили, чтобы уже не был копипаст 100%. Получился копипаст где-то 60%. Потому что это три. Да, две третих. Вот. Скажите, пожалуйста, почему его тогда отменили? Вот он был флагом Российской империи, а потом его отменили. Я вам подскажу. При Николае втором. ХЗ надо будет почитать. Ну, да. Я чего вообще для чат руляски купил. Хочешь фокус? Типа, вот что у меня тут еще есть. Ну, тоже флаг, да, вот этот? Белый. А какой, кстати, как правильно говорить? Белый, синий, красный. Белый, синий. Тоже цвета что означает знаешь? Ну, белый что-то забыл читал недавно. Офигеть! Прикинь, читать умею. По мне не скажешь. Шокконтент конечно. Ну, он позже появился за этот или раньше? меня роняли так что он появился раньше или позже скажи google есть прикинь вот есть гугл ты уже успел повесить один флаг второй флаг а как-то за гугл за это все время так и не подумал что можно же было за угли почитать хоть что-то так он же мне просто крисит чтобы пролить всех и в курсе чтоб с этим вот ну во первых вот тот тот флаг что сзади у тебя он был раньше потому что это вообще голландское заимствование в ванцу вот этого австрийской империи то он а во-вторых я хотел сказать под этим да ты в курсе что под этим флагом вообще вас не ходят силует но не все типа не всегда не всегда он используется для патриота еще футбольные фанаты с ними ходят то есть такие радикальные пацаны на за империю там за царя за отечество за то чтобы не было каких-то там вот приезжих мигрантов еще кто-то там чисто все были россия для русских вот это все да так я говорю не все такие а потом это а потом это доходит уже уже до крайних мир знаешь такую шерга русич таких батальон что русич дшрг не слышал вот там вот этот флаг используется на его вот этом шевероне до эмблеме вот этой фахи имперский используется и это чисто чисто значит подразделение которые состоит из чисто чистых все главный их лидер мельчаков сам это признавался в этом признавался в интервью там ю тубе было интервью потом его удалили заново залили чтобы было чтобы видели его доказательства вот это командир этого подразделения когда ты решаешь такой флаг это равняется какими-то свастическим гитлеровской германии только это в россии то было в германии уже прошло это история а в эту а это вот сейчас получается не а у вас такого нету типа нас таких флагов нет мы их не используем потому что это империализм понимаешь империя это середина девятнадцатого века то время когда он был этот флаг государственным вот туда россия российская империя вела такие довольно кровопролитные войны и занималась там депортациями народов геноцидами их один из лучших примеров это геноцид депортации адыгов адыги это у вас на кавказе живут часть их осталось большая часть уехала в турцию точнее не уехала их депортировали насильно выселились кавказа заселили туда русских местных вот наш это империализм вот этот флаг это именно символе символизирует империю а империя это нехорошо ты звездные войны не смотрю случайно не собирался чё-то если собирался посмотрю там про император очень хорошо кто такие император это в принципе действует ну поиск и исходную с реальностью хоть и нас не на сто процентов просто то в будущем это вот сейчас и в прошлом почем на youtube снимаешь давайте снимаешь историю снимаю история украины история россии история других народов связанных как канал называется как называется лютый с тобой интересно разговаривать да если ты еще что-то тем что ты повесил этот флаг просто всяких агрессивных чувачков выбешивать каких например ваших например наших а где у нас где у нас такие на фронте то есть все кто на фронте это вот такие как ты сказал смотри вот простое простое понятие вот во второй мировой войне сорок первого года который называет вас великой отечественной да вот сорок первого года советские граждане боролись за свою отчизну так сказать ленинград тут сколько постоял там несколько лет держал оборону сталинград там другие герои города герои киев там одесса другие множество других это все все люди сражались за свою отчизну ну конечно сложно сказать что это было чизной например для украины там для стран балтии для кавказа еще для других покоренных народов но все же все же это была война за свою землю и за за родину немцы выступали как и захватчики как оккупант вот сейчас мы проводим параллель и смотрим значит ленинград это мариуполь это как ленинград там буча это какой-то бабин яр и так дальше вот мы сводим вот есть защитники своей родины да вот украинцы борются за свою землю эту землю эти границы признала россия неоднократно даже 2008 году путин говорил что крым никаких вопросов даже пока ему нету это украинская земля все вопросу нет вот сейчас украинцы защищают свою землю россияне нападают россияне сейчас выступает как немцы как захватчики и оккупант и неточно делает то что делали немцы сорок первого на этих территориях будет ли корректно называть так как ты назвал вот украинцев будет ли вообще корректно так это назвать при том что я тебе только что сказал задрошай гарусич которым есть те же вот не он которые даже не не стыдятся этого не открыто про это говорят не открыто это показывает и действиями своими тоже ты где же где же на как думаешь везде сделан вам наверное такого школах университетах не показывает не рассказывает не показывает и говорят что вот этот русский солдат идет за правое дело воевать за родина какая же родина на чужой земле не но погодь ты думаешь что везде только у нас типа ну конечно что не везде в любой стране есть ну есть процент этих поддерживается ли они государством с них состоят ли какие-то там батальоны вы так дальше и так дальше понимаешь тут есть куча нюансов нюансы всегда важен вот есть какие-то могут быть там какой-то стране которые их за ними гонятся они там не могут даже выйти на улицу а есть те которые спонсорируются министерством обороны россии это чуть разные вещи слушай вот я сейчас даже ничего не говорю потому что ну я реально не разбираюсь в этом может что-то посоветуешь почитать и не знаю вот первое чтобы я тебе посоветовал прям то что самое простое это просто снять этот флаг упарь как минимум снять флаг потому что флаг этот я же говорю все равно что ты повесил бы сейчас свастику гитлеровской прям вот такую как понял да это первое что нужно сделать что почитать то в принципе достаточно посмотреть какое-то какое-то какие-то господин независимые этом расследование да потому что вообще что вообще в украине происходит чтоб ты понимал разбирался ситуации может может ты не доверяешь украинским до каким-то источником поэтому я тебе рекомендую независимые источники иностранные не там вот пишут букву неадекватно посмотри там расследование например в буче чтобы это самое одно из самых важных расследований в буче там просто напиши в ютубе она тебя найдет вот там тебе да на буче много чего даст понять я чё-то могу твой канал найти может ты украинского не знаешь лютый это как февраль только на украинском это месяц на украинском а может вас в россии уже запрещают канал и узнают ну типа не показывает если конечно ты в ютубе смотришь должно вы показывать может можешь в чат написать этот тег с собачкой так и просто название напишет вот я тебе рекомендую посмотреть в первую очередь расследования связанные с войной украины от независимых источников и тогда ты много чего для себя откроешь морозенка вот ну прикольно 232 тысяч подписчиков 40 тысяч вот ну ладно наверно кстати у тебя там сухпоёк российский вот как раз у бучи с бучи вывезен как трофейный это как раз вот расследование пугучи посмотришь и поймешь как он там оказался есть вопрос еще ну давай посмотрим что он там вообще будет смотрите мне кажется нет может